мы с вами на улице Тормахва 29 с противоположной стороны как всегда это нормальная уже улица Победы насколько я понимаю но нам туда не надо нас интересует гостевой дом Сильвер Тормахва 29 пускай вас не смущает то что этот справа дом красивенький маленький такой иютненький который еще и сюда делается носит номер Тормахва 3 дробь Г а вот этот Тормахва 29 как я узнал да элементарно ребят хозяева написали название Сильвер и я пробил по интернету и вот и адрес нашелся и все нашлось а что хочется сказать очень красивый дом красивое домовладение имеется обалденная парковочка прям перед домом кипарисики внутри пальмочки красота в общем полная посмотрите какие кустики ровные по ниточке стригли в общем только положительные впечатления у меня об этом доме он и внешне сам собой очень красивый и есть и вывеска ну вообще все прекрасно место расположения его ну вот смотрите обязательно надо подчеркнуть что есть тротуарчик газончик к травочка подстрижена но очень молодцы короче ребят молодцы так ну что друзья дело в том что не давно ходил по этой улочке но я еще раз прям выйду покажу вам уже сориентирую вас на местности к морю не пойду даже фениксу не пойду но нет смысла туда ходить по 20 раз вы поймете так добавьте к фениксу две минутки внутри минутки пускай вы вот в Сильвере вот это место вон ориентиром опять же выступает вам улица Тормухова 2 большой желтый красивый дом на аэродроме тут очень много домиков как видите разные всякие симпатичные преимущественно симпатичные люди стараются делать с нуля делают интересно ну кто-то делает с временной крышей в надежде сделать еще более красивые здания и этажики добавить там короче кто как может вот у кого на какие средства скажем так я надеюсь вы узнали этот перекресток этот перекресток пяти брусчаток вот прям он там на горизонте пятерочка и вот если вы пойдете по прямой 250 метров приблизительно это пускай займет у вас три минуты то вы окажетесь около гостиницы феникс от гостиницы феникс есть маршрут так идти к морю не один маршрут четыре маршрута один идет по доисков выходите на колораж идите на центральный пляж второй маршрут уходите налево на багратиона идете потом по багратиона прямо выходите на пляж багратиона третий маршрут по улице речной он делится на две части одним идет прям по речной на пляж за море 2 идет мимо брестоля на пляж салют там где находится столовая салюта буквально недавно я показывал вот эту красивейшую мимозу лучах солнца так что имейте ввиду очень красивая летом нормальным летом эта улица вообще будет оживленная поверьте это будет ходить толку народа вечером то будет шашлык и масштаб танцы обниманка зажиманцы магнит пятерочка там дальше вот у вас большой красивый отель эвелин со столовой в общем все тут есть тебя все все тут есть вот эти киосочки заработают будут вам там и тапочки и панамки и все что хотите и шашлыки и пиво конечно же я просто уже но не вижу большого смысла повторять одно и то же посмотрите пожалуйста гостиницу от феникса до моря ранее видео вот мы это весеннее и прибавляйте 3-4 минуты пускай пускай 4 минуты максимум и вы на море по моим подсчетам 20 25 минут но опять же я не утверждаю сто процентов если вы прибавите отсюда до 4 минуты максимальные то сами все поймете вот пожалуйста он тут шашлык барбекю столовая все на месте все рядом еще раз как по прямой само собой придется приходить федеральную трассу но меня тянет обратно опять же мимо вашего дома сильвер красивого дома действительно красивого дома вот смотрите какая широкая достаточно широкая улица ну ребята власти города сочи обратите внимание здесь просто требуется небольшой тротуарчик и поверьте со временем после того как ведутся эти дома высотные сделается набережная здесь понадобится побольше парковок и будет естественно побольше автотранспорта немножко странно почему об этом задумываюсь я не вы вот допустим в как в районе гостевого дома сильвер обратите внимание какая красота ну во первых есть возможность также расширить дорогу хотя уже не на всем промежутке но тем не менее либо поставить свой личный автотранспорт пожалуйста есть тротуарчик около дома сильвер почему около дома сильвер есть тротуарчик а дальше его нету почему там тротуарчик идет за киосками вот за теми вот мне странно зачем они вообще появились если честно но если не появились это кому то надо конечно же опять у вас градостроительные планы голода сочи своим немэтом рылом и так еще раз покажу вам гостевой дом сильвер с непосвеченной стороны ну и пойдемте с вами знаете куда на речку тут недалеко речка тут рядышком речка если до моря вам эти минут 20 25 где-то приблизительно я опять же я не утверждаю а то вот мне сейчас будут говорить что нет не так не может быть там 15 минут до моря где-то мы говорили писали в комментариях пройдите сами пожалуйста зафиксируйте это не от этого дома другого вот он красавчик балкончики пальмочки терраска навесик там шашлычок можно приготовить я так понимаю сожалению нет у меня допусков почему-то блогерам не дают право посещать частные домовладения да и не надо нам этого давать это было лазить еще не буду вылазить из домовладения их буду снимать пойдемте лучше на речку мимо не менее красивого дома вот по улице Тормухова 27 дробь 1 он появился тут один одним из первых прямо на самом берегу реки видите даже ворот нет люди радуют нас постоянно фонтанчики видите на территории красивый тоже обалденный домик обалденный красивая вообще классно молодцы вот радует глаз и тротуарчики тем не менее есть и парковочные места есть но возникнет то что необходимо совершили дорогу конечно есть такая возможность а я думаю пора задумываться об этом уже сейчас ведь если сделать набережную сколько людей тут тысячи людей будут прогуливаться в этой набережной можете пойти в архитектора ну и хотя бы советником главное не пускай Михаил отберут он у нас известный архитектор а я так буду ходить клявничать итак ребята река не побоюсь этого слова пси-зао-пся хочется пойти пройтись по дну но я знаю что вот именно в этом месте камешки будут еще достаточно скользкие я могу я перейти легко в летний период ну подскользнуться тут можно и намахнуться вместе с телефоном подумайте сами нет конечно же покажу вам как отдыхают свиньи свиньи отдыхают приблизительно так но слава богу хотя бы в пакетик аккуратно сложили это и бросили я понимаю что нету где-то здесь поблизости урны пока и вероятнее всего раньше чем в октябре она не появится но может быть все таки можно осилить себе допустим взять этот пакетик в руки и донести до ближайших найти какой-нибудь мусорный бак хотя это может быть тоже нелегкая задача но все таки думаю что можно можно так поступить иначе итак ребята река пси-зао-пся практически восход правда он свершился часов несколько назад красота поют петухи поют петухи течет река а мы такие загораем пейзаж какой понятно что солнце светит слепит немножечко камеру но думаю момент приближения очень даже красиво получается на заре вид обалденный наверное но я не могу вставать такой ранее и так стою достаточно рада чтобы поснимать вот видите прям смотришь и душа радуется спорт это жизнь а я хожу с камерой ладно посмотрел на хватит пойду-ка я обратно на машину машине и будем мы с вами изучать новые объекты так подождите а тут тормахла это другое домовладение тормахла опять все я понял ну что пойдемте пойдемте искать новые интересные места поверьте список у меня не маленький там около 20 объектов которые вы просите попросить вы просите попросить все туплю уже с утра так бывает которые вы просите посмотреть показать дорогу к морю надеюсь 315 317 или 313 дома уже на победе не попросят сегодня пойду покупать лекарства для этих коленных суставов находился ну что всем доброе утро еще раз и до свидания поедем искать новые объекты